Бог дает людям определенное время жизни, чтобы найти Бога и примириться с Ним. Евангелие от Иоанна 3 глава, 36 стих написано. «Верующие в Сына Божие имеют жизнь вечную, а неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него, через Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот в этом весь смысл мировой истории и каждого человека. А как вы думаете, я не верую разве в Бога? Не знаю. Это вы знаете. Как скажете? Я верую. А вот я тоже верую. Слава Христу! Я верю в искупительную жертву Иисуса Христа, что Он умер за меня. Призвал меня 57 лет назад. В 62-м году, 27 сентября в 17.00. Люди говорят, ну какая-то у вас беда была, поэтому вас согнуло. Наоборот, у меня все ладно было. Я вернулся из армии. Я молодой, здоровый, работаю на корабле. Отличная здоровье, деньги, а внутри пустота. Я знал с детства, что Бог есть, а что умер за меня Иисус Христос, мне никто не сказал. И там, сойдя на берег, я встретил людей. И мне дали Евангелие. Я склонился на колени и у Бога и спросил прощения. Получил рождение свыше и крещение Духом Святым. И началась новая жизнь, 57 лет. У меня за плечами пять тюрем, лагерь, за Слово Божие. Знаете как? Вот заново родился человек. У человека должно быть смысл жизни. Первое, родиться свыше, переродиться. И второе, быть Вадимом Духом Святым. О чем Серафим Саровский сказал. Стижание Духа Святого. В этом все. А тут теперь разворот можешь давать. Это молитва. Вот мы встаем всегда в 4.40. Помолились сегодня. У нас в Барнауле сейчас еще только 7 часов 19 минут. Мы рано выходим на работу. Каждый день считаем Слово Божие. Но я на пенсии, мне 81 год. Поэтому я сижу здесь. Я почти в час ночью встал, пока почта разойдет. Потому что очень большие ресурсы. На нашем канале называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. 16 900 роликов у нас только. Большой сайт. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Сайт. Через Google найти. Там 38 томов моих книг. Занятия, которые в университете. Три радиопрограммы. Там все есть. И ответы студентам на 4 124 вопроса. Пространное. Каждый вопрос. Что об этом говорит Библия? То есть я должен ее знать всю. Что говорят святые отцы на этот же вопрос? Это 300 томов. Что говорят святые правила церкви? 719 правил. Я должен все время знать куда. И жития святых. 1173 биографии. И что говорит мировое искусство, мировая история? Это на один вопрос. В него я вкладываю вот это вот все. А в вашей библиотеке есть из Оптинской пустыни? Господь положил мне на сердце. Вы где живете? Уфа. Уфа? Уфа, да? Да, да, да. Уфа. Господь положил на сердце мне. Подарить эти книги библиотекам. Из Барнаула мы доехали до Владивостока. Порт Находка. Потом опять забросили книги границы. Дошли до Лиссабона. Турция, Прибалтика, Скандинавия, Север. В Уфе мои книги. 38 томов. Я про другое задал вопрос. Из Оптинской пустыни есть у вас книги? Про Пушкина? Из Оптинской пустыни. Из Оптинской пустыни есть у вас книги? Из Оптинской пустыни. А какие? Книги старцев. Ну, надо посмотреть, какие у нас книги. То у меня брат священник. Он сейчас как раз там ездит по мощам, по этим, по монастырям. Отпуск у него. У нас книги, очень большие библиотеки. Я когда из Америки вернулся, я заехал в Москву, там, Сретенский монастырь. Закупил из Златоуста 13 библиотек. Господь позволил образовать. Мы православную деревню с нуля строим на Алтае. Разговор ведем с людьми, которые желают. Они сразу должны доказать, что не лгут, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор. Я вам хочу пожелать величайшего блага, которое вам Господь дарует. И дай Бог вам здоровья, чтобы продолжать идти по этому пути. Вот если вы по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин, по скайпу, я вам скину наши ресурсы. Это форум, мой мир. Это огромные ресурсы. Только фотографии там 22 тысячи. Я вам говорю, это очень-очень большие. И вы там найдете для себя вообще... Слава Богу, что есть такие люди, как вы, и продолжайте свой путь. Храни вас Господь. Как вас звать-то? В вере или по паспорту? А, так вы, может, по паспорту... Я еще по паспорту-то... Вы крещение принимали по вере? Нет, я мусульманин. А, мусульманин. Так ну что мусульманин? У вас такая книга есть. Там много что написано. Я сейчас только с мусульманином говорил. Мы были в Баку и ночевали в доме Муллы. У нас хорошее отношение с мусульманами. Мы прошли... У нас хорошее отношение. Мы прошли 6 мусульманских республик. 6 мусульманских республик. И Турцию. У меня один том написан о Коране. Каждая книга 752 страницы. Я разбираю Коран по сурам и аятам в сравнении с Библией, по годам и прочее. Ну, вы же в курсе, что в Стамбуле хранится список, написанный рукой, ахамдулля, пророка Мухаммада, который запрещает мусульманам причинять любой вред православным христианам. Я знаю это, я очень хорошо знаю. И поэтому у нас сейчас только с мусульманинами, я разговаривал только сейчас здесь. Я говорю, у меня дед принимал мусульман, когда никто их не принимал. Они через деревню проезжали. И как они его встретили, когда в их аул попал? Они его с телеги стащили и через весь аул на руках тащили и кричали. Это тот, кто нас принимал и защищал. Вот вы себе даже не представляете. Например, от меня мечеть, она дальше, короче, расположена. А если мне хочется, я хожу в православный храм, который здесь у меня рядом. Да. И вы понимаете, я потрясающе хорошо себя чувствую именно в православном храме. А знаете, приходят однажды турки и говорят, вот мы мусульмане, а мы верующие, мы в храм ходим. И стали говорить, а как вы верующие? А мы, говорит, когда маленькие были, у нас дети беснуются. И детей крестили. А воспитали в мусульманской вере. А теперь мы пришли во взрослом состоянии, то ничего не знаем. И как считать, верующие или неверующие мы? Это исторический опыт был в Турции. И святые отцы долго рассуждали, считать закрещение это или нет. Потому что необычная была обстановка. Так что мы знаем. Я привожу пример. Щенгиз Айтматов, писатель Киргизии. Ну, вы знаете, здешнее. Герой социалистического труда, герой лауреат премии. И он написал в конце книгу «Плаха». И как туда прилетел к нему корреспондент из литературной газеты и спросил, а почему главный герой христианин, а не мусульманин? А вы же мусульманин? Он говорит, да. А почему? Он говорит, Мухаммад много сказал хорошего, доброго. Но за грехи людей умер Христос. Дать что-то от себя, даже одежду снять и умереть, это большая разница, говорит. Так что мы все грешники, за нас умер Христос и никто другой. Я как-то беседовал в одной группе, там имамы, мусульмане были в Санкт-Петербурге. Дали мне слово. Ну, я коротко скажу. Я один вопрос задал. Скажите, какой процент сохранения девственности у вас до брачной ночи? Они меня даже не поняли. Как какой? Если это должно быть, оно и есть. А я говорю, у нас в седьмом классе уже трудно найти, она на вторую букву алфа это называется. Но когда заговорили о вечности, а они там сидят, вот у нас щетки, вот у них они меньше, у нас сотка, сотельница, мы семь раз в день. А они говорят, у нас намаз пять раз. И один из них говорит, да, если сын Марьями нас будет судить, то горе нам тогда. Вот видите как. Вот молодец какой. А мы говорим, как раз он и будет судить, что в апокалипсисе говорится. Вот как. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спасти. Деяние 4.12. Христос умер за нас. Умер. Ничто в мире не может очистить от грехов, только кровь Иисуса Христа. Вот у нас мы деревню строим православную, к нам приезжают мусульмане, крестятся, православными делаются. Слыша все это. Отрекаются от своих заблуждений и принимают Христа. И живут по-христиански. Вот ко мне... Я вам хочу привести слова своего большого друга, православного священника. У меня есть друзья православные. И он все время, короче, меня по плечу похлопывает и говорит. Эдик, вот как ни крути, а душа-то православная. Да, ну правильно. Речь идет о спасении. Если по порядку, который есть, то у мусульман больше порядка. Они смотрят за своей молодежью. Они очень дружны друг с другом. Я в лагере отбывал в Жанатасе, в Жамбульской области. Меня осудили за слово Божие. Я был среди мусульман. Я их знаю очень и очень хорошо. У нас большая дружба была. И против нас где-то, чтобы зло сделало, никогда. Они очень любят, когда человек молится. Я говорю, у нас тут семикратный намаз свой. Семь раз в день сто поклонов и три святоя. Не считая утренней и вечерней молитвы. Вот как. Тут интересно. Газета есть такая, «Щит и меч», милицейская главная газета. Ну и там спрашивают, берут ИГИЛ, интервью. Скажите, а вот бывает, своих человек внедряют туда. Бывает так, чтобы еврея к вам внедрили. Они говорят, это невозможно. Почему? Везде же внедряют. Кроты называются. А это нельзя. Говорит, мы три раза ночью молимся. И он говорит, с нами, если побудет год, год, он или с ума сойдет, или будет такой, как мы. Мне сильно понравилось. То есть они твердые. Вот. Даже люди бывают твердые в заблуждении. Умер Христос. Мы не религию проповедуем Христа, а которую называют Иса. Иса – пророк. Да, он пророк. И второе лицо Троицы. Он пролил причистую кровь за нас. Он умер за нас. Я вот путем исследования искал, когда в 23 года обратился. Буддизм, что означает ислам. По-настоящему христианство я понял. Умер Христос. Я склонился на колени, и жизнь моя сразу стала другая. Господь все перевернул. Вот мы беседуем. Я говорю, в доме мулы все-таки ночевали. Они очень грамотные. И взяли римлянам 6.23. Возмездие за грех – смерть. И все мусульмане согласились. У нас ролик стоит. Мы сняли на нашем Ютубе. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин канал. А дальше написано, запятая, что возмездие за грех – смерть согласились все. Я говорю, скажите, вот вам человек попался. Он сделал много зла, убийства. И утром его казнят. А он обратился к Богу. А они говорят, Аллах таких не принимает. Они уже не исправятся. А у нас Христос принимает. Даже разбойник на кресте прибитый и говорит, помяни меня в царстве твоем. Он говорит, сегодня же будешь со мной в раю. Я говорю, вот в этом разница. Большая-большая. А другой говорит, ну знаете, надо делать добро. Какое добро утром казнят? Ну он же понял. Понял, но уже выхода нет. И поэтому я на корабле, когда работал, уже уверовал. Я говорю, какая цель жизни? Ну, там, дом построить, дерево, сына. Дом сгниет, дерево вырубят, а сын будет алкоголиком. Какая цель? Вот сейчас шторм, и нас перепрокинул корабль. Моя цель должна быть достигнута. Вот я показываю стол, по краю стола мы идем, каждый день можем оборваться. Авария, там, болезнь. Но идти еще мне дальше. Мне вот 81-й год идет. В любом варианте цель должна быть достигнута. Ни один не может ответить. Я говорю, Христос. Я с ним, я молюсь. И поэтому, что бы ни было, я с ним. Вот сейчас я говорю, и не успел слово досказать, и я умер. Я с ним. День и ночь. С мусульманом сейчас говорили. Я говорю, а мы вино совсем не пьем. Не пьете? Я говорю, мы ни свинину едим, никакого мяса. Он до того удивился. Я говорю, это наша группа людей. Мы, у нас все одеты по форме, как хиджап. Маленькие девочки. Там красота такая. Платье до полу. Православное. Вот, значит, можно здесь тоже все порядки навести. Но труда очень много. Главное гонение нам было от священников. Я с вами сейчас общаюсь. Господи. Спасибо большое, что вы мне уделили время. Да, вы, если зайдете по скайпу, обязательно зайдите. Скайп. Игнатий Лапкин, запишите. Я один на весь интернет с этой фамилией. Игнатий Лапкин. Я скину свои вам там ресурсы. Как у нас идет молитва по скайпу. Как, ну, то есть, я отвечу на любой ваш вопрос, согласно Библии. Если Господь позволит. Только скайп. Господь, большое счастье, что вы мне уделили время. Это Господь. Господь сделал так вот. Мы встаем рано в 4.40. И хорошо, что вы не отошли от экрана. А я там морковку тру утром. Я в воскресенье, это много. А морковка для глаз, когда мелко натертая. Я когда книги писал, за компьютером провел 30 тысяч часов. И после этого, когда работаю, 14-16 часов я нахожусь здесь. Еще 60. Почти 100 тысяч часов просидел. И глаза все еще смотрят. Это невероятно. Все-таки Господь вас благословил. Да, благословил. Представьте, 80 лет я еще ни одной таблетки не съел. У меня две голубятни. Я туда-сюда на велосипеде езжу. У меня ни машин, ни мотоцикла никогда не было. И я всегда счастливый. Спасибо вам. Храни вас Господь. У вас какое имя, кроме Эдуарда-то? Исландское. Искандер Султан Александр. Искандер. Искандер это великий человек был. Это я знаю. Заходите по скайпу Игнатий Лапкин. И вы увидите. А если зайдете на ютуб, вы увидите нашу беседу, как мы с вами беседовали. Какого человека Бог послал? Спасибо вам. Вы поняли, да? Конечно, я понял. Более того, я настолько вас уважаю, вы себе не представляете. Ну, храни вас Господь. Действительно, Господь вам дал силы. Да. Заходите, и мы еще встретимся в скайпе. Спасибо. Аллилуйя.